МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Катерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Медпомощь населению Заполярной глубинки. В Ненецком округе начала работу мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд. Первый населенный пункт села Тельвиска. Помоги ближнему. Самые добрые специалисты работают в отделении помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения. История Нарьинмара через призму достопримечательностей и музеев. На туристическом портале арктической зоны России появился пеший маршрут по столице нашего округа. Осторожно, мошенники. Жительница Нарьинмара лишилась 700 тысяч рублей. Желая увеличить свой доход, женщина стала играть на бирже. Однако стала жертвой обманщиков. Пострадавшая подала заявление в полицию. Сейчас ведомство проводит проверку по данному факту. У нас не все граждане соблюдают бдительность и все-таки доверяют неизвестным лицам, которые звонят и представляются работниками банков, работниками каких-то кредитных учреждений, сотрудниками полиции, сотрудниками Следственного комитета и так далее. И которые сообщают гражданам, что у них какая-то произошла какая-то ситуация и необходимы денежные средства. И люди доверяют, переводят эти деньги, большие деньги, берут кредиты, чтобы взять эти деньги и отправить. Всего за 2020 год зарегистрировано 80 фактов мошенничества. Из них 53 – посредством IT-технологий. В итоге доверчивые жители региона обогатили мошенников на сумму свыше 10 миллионов рублей. При этом самое крупное хищение – более 4 миллионов рублей, самое мелкое – 30 тысяч. В очередной раз сотрудники полиции обращаются к гражданам, чтобы они не паниковали. Это самое первое – не паниковать. Не нужно доверять той информации, которую предоставляет вам неизвестное лицо. Сначала убедитесь, что действительно с вашего счета списались деньги. Обратитесь в банк. Телефон официального банка указан на обратной стороне банковской карты. Не нужно переводить денежные средства, доверять. Соблюдайте бдительность, внимательность. Мошенники каждый раз придумывают новые схемы обмана граждан. Как показывает практика, жертвами аферистов становятся тысячи людей разных возрастов по всей России. Медпомощь жителям окружных сел. В регионе начала работу мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд. С 12 по 16 января врачи работают в Тельвиске. Отправились в первую столицу Ниницкого округа и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит тему. Один из первых населенных пунктов, в который отправилась мобильная медицинская бригада – село Тельвиском. За три дня врачи осмотрели порядка 150 жителей. 15 жителей привелись от коронавируса вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Конечно, удобно, но я думаю, что маловато. Не все специалисты, которые бы нужны еще в деревне. А каких бы вы хотели специалистов видеть? Эндокрингового, например. Это, по-моему, востребованная. Удобно, конечно. Не надо в Гоноринмар выезжать. Очень даже удобно. Каким надо специалистам идти, идешь, сдашь анализы, все. Вас заранее предупреждают, да? Да, да, да. Объявления пишут, звонят. Конечно, надо. Вот медосмотры те же пройти в ГАИ, водитель, ну, в ГИМС пройти, пожалуйста. Всегда проблем-то нет. В этом году в составе мобильной бригады 14 специалистов Центральной районной поликлиники Заполярного района. В их числе терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог, акушер-гинеколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, ЭКГ и специалисты лаборатории. В составе бригады уже не первый год, практически один и тот же, и уже все знают своих проблемных пациентов в каждом населенном пункте, как бы уже попроще работать. Не когда мы первые разы выезжали и первый раз всех осматривали. Сейчас уже все знают своих проблемных пациентов, их отдельно вызывают, осматривают, анализы и прочее проводят им. Все сотрудники телевисточного здравпункта в эти дни оказывают активное содействие медикам мобильной бригады. А перед их приездом за годи предупредили пациентов о возможности приема и диагностики узкими специалистами на месте. Единственное, конечно, у меня бы было желание, чтобы бригада была подольше здесь работала, потому что, чтобы это было не в спешке, а в таком спокойном состоянии, чтобы больной мог обговорить, проконсультироваться с врачом. А поскольку им сейчас по времени не ограничено, следовательно, все это очень быстро, быстро, быстро все происходит. А так у нас много специалистов. Хорошо, что есть окулист, невролог есть, терапевт есть, лор-врач есть. 16 января медики начнут обследовать жителей деревни Устье. С 19 по 21 января проведут осмотр населения поселка Красное. С 25 января поселка Нельмин-Нос. Выезды медиков в сельские населенные пункты организованы в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта здравоохранения. До конца 2021 года медики Центральной районной поликлиники Заполярного района посетят все отдаленные пункты Ненецкого автономного округа для проведения осмотров и спонсоризации взрослого и детского населения. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Без ПЦР-теста нельзя. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до 25 января. Поэтому попасть в регион можно лишь предъявив результаты отрицательного теста на коронавирус. Однако в нашу редакцию поступило сообщение о том, что в аэропорту на днях не проверили наличие справок у пассажиров рейса из Архангельска. Юлия Казначеева продолжит тему. Ненецкий округ – единственный регион в стране, где приезжающие из других субъектов обязаны представить результаты ПЦР-тестирования или уйти на самоизоляцию. Данная мера была введена главой региона еще 11 мая 2020 года. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 31 августа мера была отменена. Но 15 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией необходимость предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тестировании снова появилась. Жители округа к такой ограничительной мере относятся по-разному. Я думаю, они целесообразны и, наверное, свою эффективность они приносят. Я не знаю, насколько оно эффективно. Я у вас первый раз. А где сдавали тесты? В Архангельске. И было ли это для вас проблематично? Да, очень. Я не смогла сдать его 8 числа в праздники, и поэтому прилетела задержка. Обычно по прилете в здание багажного отделения образовывалась небольшая очередь на проверку наличия ПЦР-тестирования. Впрочем, 13 января у пассажиров рейса из Архангельска справки никто не просил. Прибывшие спокойно забрали вещи и ушли домой. Часто летаю в округе и вообще в России. И округ – это последний регион, где по прилету нужно предоставить тест на данный момент. Наверное, нет смысла эту меру более использовать. По примеру, больших крупных городов. По прилету, возможно, необходимо измерить температуру бесконтактным способом, как это делается практически во всех крупных аэропортах. Ну и всё. Со слов исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Елены Левиной, по техническим причинам пост контроля в аэропорту временно не функционировал. С 14 января всё восстановлено и работает в стандартном режиме. Мы эту меру сохранили ввиду того, что сейчас стали жители возвращаться. Для того, чтобы нам обезопасить наше население, учитывая нашу отдалённость и невозможность очень быстро выехать в случае чего, то считаю, что мера эта очень действенная. И для того, чтобы нам сохранить наше население и не перегружать систему здравоохранения, эта мера должна быть сохранена. В январе 2021 года в Наринмар стали прибывать и по временной дороге из Республики Коми. Но так как зимник официально не открыт, контроля за приезжающими не ведётся. Что касается зимника. С момента его открытия на въезде в город развернут стационарный пост контроля, где у каждого прибывающего будет проверяться наличие справок или же даваться предписание о выходе на самоизоляцию. Юлия Казначеева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 2021 год объявлен в Ненинском округе годом добрых дел. В нашем регионе живут люди, для которых делать добро – это не только профессия, но и зов сердца. Сегодня наша съёмочная группа побывала в отделении помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения. О доме, где помогают найти решения в любой трудной жизненной ситуации, расскажет Любовь Пермякова. Это у нас комната психологической разгрузки. Она у нас оформляется по временам года. Это лето, осень, зима и весна. Огоньки на окнах, белый камин и красочный баннер на всю стену. Дизайн разработали сами сотрудники отделения помощи семье и детям. По словам заведующей отделением Елены Филипповой, часто служителям добра приходится вкладывать собственные средства. Всё это для того, чтобы детишкам, находящимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами было намного легче. Проводятся фотосессии несовершеннолетних и их семей. Также у нас проводятся встречи у Камина, это новогодняя. Вот если мы сейчас про Новый год говорим. Проводились весь ноябрь. У нас прошло четыре встречи, где у нас для детей была подготовлена развлекательная программа тематическая, посвящённая Новому году. Отделение ведёт несколько направлений. Профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учёты и их родителями. Оказывает помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в центре работает группа временного пребывания «Передышка». Где родители спокойно могут оставить своих деток под присмотр наших специалистов. Специалисты с ними проводят различные занятия. Также берут каждого ребёнка и проводят с ними индивидуальные занятия по пожеланию родителя. Для несовершеннолетних в центре работает клуб «Планета детства». Это целый калейдоскоп различных акций, творческих и спортивных праздников. За психологическим здоровьем участники клуба приходят в ещё одну волшебную комнату. Это у нас сенсорная комната, где у нас проходят занятия по снятию напряжения с детьми, с детьми-инвалидами и с детьми, которые находятся в трудожизненной ситуации. О том, что работа в отделении ведётся эффективно, говорят цифры. Например, за 2020 год из 88 семей, находящихся в социально опасном положении, в сопровождении были сняты 36. 53 семьи из 72 вышли из трудной жизненной ситуации. Им оказывалась социальная, медицинская и психологическая помощь. Часто таким семьям помогают неравнодушные жители округа, участвуя в многочисленных акциях. Одна из них – благотворительный концерт «Добрые песни о главном». И участники, и зрители делают одно большое, единое, доброе дело. Все средства, которые приходили, перечисления были от Дома культуры на Минское региональное отделение, они шли все на помощь, в первую очередь детям, детям, которые тяжело больны, детям, семьям в трудной жизненной ситуации. Потому что цены на реабилитацию, цены на лечение, цены на дорогостоящие препараты, они, конечно, очень большие. И семьи многие с этим просто не могут справиться, особенно если это лечение касаемо тяжёлых случаев заболевания. Творят добро и некоммерческие организации. Например, развлекательные детские центры и кафе. Подарили ста детишкам из неблагополучных семей сертификаты на получение бесплатного мороженого или посещение игровых комнат. Более 150 малышей поверили в новогоднее чудо благодаря акции «Ёлка желаний». И вам, неравнодушные земляки, более 200 благотворителей смогли осуществить детскую мечту. Любовь Перевикова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе объявлен сбор средств на лечение нашей землячки Марии Неверовой. Девушка в начале января впала в кому после неудачного приземления при прыжке с парашютом. Сейчас Мария находится в больнице города Черкеска. У неё диагностированы множество переломов. Добрая улыбка, светящиеся от счастья глаза и парашют на плече. На этой фотографии Мария Неверова. Девушка профессионально занималась скайдайвингом. Так называют парашютный спорт. На счету Марии более 111 прыжков. 3 января приземление закончилось неудачно. На кадрах видно, как при заходе на посадку Мария сваливается на землю с большой высоты – около 30 метров. Всё произошло на аэродроме в Кисловодске во время сборов по пилотированию. Травмы достаточно тяжелые она получила при приземлении. Повреждено у неё достаточно много частей и органов тела. То есть переломы лицевых костей, переломы рёбер, множественные переломы таза, переломы обеих ног, закрытый перелом правой ноги, открытый перелом левой ноги, перелом шейки бедра – это вот только по костям. У неё множественные очаги контузионные головного мозга. То есть это тоже небольшие повреждения, которые сейчас как раз не дают выйти ей из-за тяжелого такого состояния, она находится в коме первой степени. Машу госпитализировали в течение 40 минут, и это в принципе со своей жизнью, потому что очень большая кровопотеря, больше трёх литров крови она потеряла при получении травм. Её очень оперативно привели в реанимацию, естественно, практически в первые несколько часов после её жизни. Сейчас Мария находится в больнице Черкеска в тяжелом состоянии. Для дальнейшего лечения девушку необходимо транспортировать в Москву для размещения в специализированной клинике. На оплату самолёта и последующего лечения необходимо более 4 миллионов рублей. К сбору подключились и жители Нарьинмара, чтобы помочь своей землячке. Про Машу могу сказать, что она человек, который сам себя сделал. И в школе она хорошо училась, и была, заводила, и в институте. А училась она в Патриса Лумумба. После окончания университета она осталась в Москве, работала в компании, вышла замуж. У неё растёт сынок, 11 лет, мальчику. И Маша лет 8 назад увлеклась парашютным спортом. Ездила по всей стране, ездила за границу, совершали они прыжки. У неё всё получалось, она любила очень парашютный спорт. И увлекалась альпинизмом. В марте прошлого года она покорила Лебрюс. Да, была на восточной и западной вершинах. Были планы обширные и большие. И вот совсем на днях пришла ужасная весть о том, что Маша совершала прыжок и разбилась. Мы, конечно, очень за неё переживаем. И хотим, чтобы Маша вышла из комы. И желаем ей скорейшего выздоровления. Класс был очень дружный. Все объединились, все переживают, помогают кто чем может. Но, безусловно, средств не хватает. Надо участие большего жителей региона. И я бы хотела попросить, кто чем может. Помогите, пожалуйста, Маше. Перевести любую сумму можно на карты родителей Марии. Татьяна Куценко и Анатолия Неверова. История Нарьинмара через призму достопримечательностей и музеев. На туристическом портале Арктической зоны России теперь есть пеший маршрут по столице нашего округа. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Нарьинмар, хоть и небольшой город, но посмотреть здесь есть на что. Тут можно увидеть и красивые пейзажи, и познакомиться с историей северного края. Памятников много есть. Олено транспортным батальоном. Самолет. Самолет, который жители округа войну купили для летчиков. В нашем городе надо посетить площадь нашу центральную, наверное, посмотреть на памятник Ленина. Памятник авиаторам нашим. Ну, аллея вот эта вот с олено-транспортными этими батальонами и памятник участникам локальных конфликтов. Музеи можно посетить. Потом, что еще у нас, куда можно еще сходить? На каток обязательно можно сходить, покататься. Ну, я не знаю, сейчас в Арктику пускают, не пускают. Если пускают, то в Арктике у нас там тоже выставки есть, можно там посетить, как говорится. Ну, а так, наше время сейчас, морозы очень хорошо, в лес на прогулку. Специально для тех, кто никогда не был в нашем округе, на портале «Арти Краша» появился первый пеший маршрут по Наринмару. Он проходит по центру города. Его продолжительность чуть больше четырех часов, учитывая посещение перечисленных достопримечательностей. Маршрут был разработан Департаментом финансов и экономики Ненецкого округа совместно с Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках популяризации арктического туризма мы направили в Министерство Российской Федерации по Дальнему Востоку и Арктике свое предложение департаменту по вот этому пешеходному маршруту, чтобы представить город Наринмар и на этой площадке. Семь объектов расположены таким образом, что каждый идет друг за другом. В маршрут входят самые популярные и посещаемые достопримечательности города, памятник подвигу участников олено-транспортных батальонов, церковь Святого Николая Чудотворца, самолет капитана Тарасова, краеведческий музей и другие. Это прежде всего старейший музей Ненецкого автономного округа, музей Пустозерск, который рассказывает о исчезнувшем городе Пустозерск и о жизни кочевого народа, которые там проживали. Самое высокое здание города – это Богоявленский кафедральный собор. Ну и, конечно, визитная карточка города Наринмара, главпочтант, который у нас, значит, одно из самых заметных и старейших строений города Наринмара. Разработанный маршрут также будет размещен на портале Центра арктического туризма. По словам Татьяны Лагвиненко, неравнодушные жители города предложили добавить достопримечательности. Сейчас идет разработка продвинутого маршрута. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.